Привет! Вы смотрите канал Ellen Place Games, меня зовут Лена, это четвёртая часть эксперимента по выживанию после укусов ядовитых тварей в игре Green Hell на максимальной сложности, которая так и называется «Зелёный ад». Суть эксперимента заключается в том, чтобы отправиться в джунгли без брони, оружия, припасов, воды и лекарственных средств, там найти нужного гада и дать ему укусить себя, и только потом уже искать лекарственные травы, чтобы нейтрализовать яд. Испытание будет считаться успешно пройденным, если удастся не просто остаться в живых после отравления, но и получится полностью восстановить здоровье и энергию персонажа. В предыдущей части я испытывала яд бразильского черного скорпиона, он практически безобиден оказался, по сравнению с некоторыми другими тварями джунглей, поэтому выжить было не слишком сложно. А заодно я узнала, что от напавшего ягуара можно спастись, перейдя даже совсем неширокую реку, хотя, может быть, мне просто повезло. А в этот раз я собираюсь еще раз провести испытание яда речного ската, который добил меня в первой части, в выживании после яда гремучей змеи. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там кто-то пыт погрызет та же свинка. Пойдем. Вымаюсь. А здесь меня тогда цепнул скат. Интересно, у него здесь спот. Как он появляется? Случайным образом или приплы... Оп! А вот так вот он появляется. А, интересно. Отравленную рано получили? А я его так и не вижу. вот пожалуйста неожиданно опять он напал меня так и не успела понять где он был очень очень хорошая маскировка в некоторых местах реки его видно издалека и достаточно отчетливо на здесь а кусается он очень серьезно три отравления и сразу три лихорадки выжить будет очень тяжело вряд ли я успею скорость которой здоровье отнимается очень высокая один только камень спит найти посту или табак но еще камень вот камень есть да не поднять дабы так ножик толку от ножа если уже все здоровье уже на исходе нет это не то растение не нужна хоста она встречается крайне редко как и табак да ничего не видно тут сплошные цветы вот да кажется это хоста только бы не змея здесь в кустах да 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 может успею давай давай быстрее быстрее ура да от яда избавилась но лихорадка третьей степени просто изматывает его моментально нужно 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 воды много-много а это значит придется пить из лужи если тут нет бананов по и вернее кокосов ты мне пригодишься но змея в кустах сидит попробую камнями получилось тоже мясо теперь бы избавиться от лихорадки до кокосов найти быстренько бы малинерию возьму конечно же и тушкой попугая тоже не по брезгую вижу бананы так грязными руками а питьем плохая идея кассе я не вижу ну что ж будем пить вот кстати есть один грибочек а нет даже не один раз два три 4 5 отлично сейчас напьюсь когда персонаж пьет по 20 он каждый раз прихватывает но не каждый но почти каждый раз прихватывает паразитов меня теряет теряет силы ну 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 с грохнем сего обморок ладно полежим чуть-чуть так сами так не успели хватануть паразитов каких-нибудь еще подкожных нет косов не видать вернусь проверить на большом дереве бывают синие грибочки да они тут есть отлично дадут энергию и позволит избавиться от паразит орехов не видно не дается что тут еще может быть полезного о вижу кассию классе но без кокоса она мне конечно ничего толком не даст потому что чтобы ее приготовить нужно ее готовить естественно в чем-то популярию можно съесть будет хорошо что у нас с кокосами пехи так грибами восстанавливаем энергию по чуть-чуть кокос до даже силы нет сил нет совсем но значит тут еще два есть хорошо сейчас главное чтобы сюда не приперся ягуар ягуар ну вот еще и это порубилось вовсе мне было не нужно все там таких количествах сколько малинерии и хосты тоже тут есть да и ни одна два в одном ничего себе еще так не видела чтобы росли кустики один в другом так нужно сделать костер и воды накипятить палочек нет и силы на исходе нет нужно поспать сначала надо попить срочно хорошо попьем хорошо что есть что попить можно конечно же и так и таким образом переждать лихорадку так 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 нам нужны палочки еще пойду воду наберу помоюсь чего у меня там с водой беда да но очень непросто пиявки не вижу их темно слишком так парадка почти заканчивается где тут у нас куда я потерялась где у меня стоянка моего не нужны палочки не выполнит веревки топор хочу такой еще полежим очень нужна вода там дрель полокном терпи уже почти и косяна за это время превратилась высушенный цветок и теперь ее уже нельзя использовать вот все не дается сделать доваривание неудобно ну сейчас поедем за том тоже сделаю бетон до воды теперь нужно еще очень много вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, удалось пережить удар ядовитого речного ската. Повезло, можно сказать. А в следующий раз я собираюсь найти паука-птицееда и выяснить, чем его яд отличается от яда бразильского бродячего паука, с которым я уже здесь сталкивалась неоднократно. Один тут, кстати, живет неподалеку под бананами. А пока давайте сделаем перерыв. И к вам у меня огромная просьба. Поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь ссылкой на это видео с друзьями в соцсетях. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и вы будете получать оповещения о выходе новых видеопрохождений этой и других интересных игр. А они будут уже очень скоро. Да, вот он. Это бразильский бродячий. Вот он как кусается.